Российская Федерация всячески пытается сорвать поставки оружия в Украину из Запада, используя при этом пропаганду, агентуру и подкуп. Все, кто когда-то имели какие-то отношения с спецслужбами, кого удалось коррумпировать, кого удалось просто присадить на иглу русского мира, адресом гнева, как говорят эксперты, является все-таки зарубежный политиком и лидером мнений. С апреля в иностранные СМИ был большой вброс информации о том, что Украина как бы продает западное оружие другим странам. Но все эти публикации, как ни странно, имеют российский след. К примеру, публикация в британской газете The Independent, которая в 2010 году была выкуплена бывшим разведчиком КГБ, российским предпринимателем Александром Лебедевым. Речь идет о мощной информационной компании, в которой включают и отдельные СМИ, достаточно известные, так называемые глобальные СМИ, которым сбрасывают информацию. Также на просторах англоязычного интернета была опубликована декларация 1 мая, посвященная событиям в Украине. В тексте документа подробно объясняется, что война России в Украине – это отчаянная попытка Москвы защититься от планов Запада по превращению Российской Федерации в полуколонию. Авторами декларации указывается бразильская организация Лига Коммуниста. Именно эту организацию Фейсбук признавал экстремистской организацией. А 19 апреля CNN публикует статью под заголовком «Что происходит с оружием, отправленным в Украину? США действительно не знают». Примечательно, что никаких доказательств в статье не приводится. Из аргументов только мнение экспертов. Ни одного официального запроса от ни одного официального органа я как министр обороны не получал. Министр внутренних дел Денис Монастырский ни одного такого запроса не получал. Министр юстиции Малюська или главный прокурор Венедиктова не извещали, что они одерживали хоть какие-то запросы о том, чтобы разъяснить, правда ли это. Еще одна публикация была сделана в Financial Times. НАТО и ЕС бьют в тревогу из-за риска контрабанды оружия в Украине. Но и к этой публикации очень много вопросов. Например, информацию о том, что Украина якобы продает западное оружие, предоставил анонимный источник. То есть его компетентность в этом вопросе проверить невозможно. Также в публикации отмечается, что Европол в апреле заявил, что согласно его расследованию началась торговля оружием из Украины для снабжения организованных преступных групп. И это потенциальная угроза безопасности Евросоюза. Однако в заявлении Европола в апреле говорилось лишь об угрозе того, что война в Украине приведет к росту преступности. Также россияне охотно занимаются подкупом. Они пытаются вербовать полицейских жителей окрестных сел непосредственно возле границы, в приграничных территориях, уже не в Украине, а с той стороны Польши, для того, чтобы получить информацию о перевозимых грузах в Украину, о характере этих грузов, о системе. Факт теракта в Виннице, который россияне совершили 14 июля, Российская Федерация тоже использовала с целью повлиять на приостановку вооружения Украины западными партнерами. Появилась еще одна версия, без всяких доказательств, что якобы в этом совещании участвовали представители третьих стран с Ближнего Востока. И называли такие страны, как Палестина, Йемен. Украину обвинили в том, что якобы Украина ведет переговоры о поставках своего оружия в эти страны. Также подобные нарративы транслирует американский сенатор Рэнд Пол, который единственный из ста человек сената не поддержал ленд-лиз для Украины. Либо компрометирующие материалы в отношении каких-то политиков, либо деньгами. Предлагает деньги, финансирование. То, что Рэнд Пол действует в интересах Кремля, подтверждают как минимум несколько факторов. В 2017-м он блокировал вступление Черногории в НАТО. А уже в 2022-м году проголосовал против пакета санкций по Северному потоку-2, который планировался как мера пересечения российского вторжения в Украину. Кроме этого, другой сенатор Джон Маккейн прямо обвинял Рэнда Пола в работе на Путина. Но не странно, что Россия продвигает именно такие нарративы. Ведь для нее такая практика вполне нормальна. Российские прапорщики продавали в том же и в Афганистане, и в Чечне. Продавали патроны, автоматы в противной стороне. А потом на следующий день по ним стреляли эти же пули и эти же автоматы. Но все же, как бы ни пытались в Российской Федерации очернить нашу страну, эти фейки в Украине полностью опровергают сразу несколькими способами. Что вывезут? Артиллерийскую установку «Цезарь» или «Трипол-Севен», которая весит десятки тонн? Или краба сорокатонного? Мы что, идиоты? Вместо того, чтобы воевать, будем вывозить на базар? К тому же, украинские власти уже предвидят, что Россия будет пытаться сделать дальше, чтобы сорвать поставки оружия. Я вам расскажу, какой будет следующий их шаг. Один сын Лавов, который точно попал к россиянам, ведь наши военные попадают в плен. Они его покажут завтра или послезавтра, пусть даже через неделю на каком-нибудь черном рынке в столице, и скажут «Видите, украинцы контрабандой вывозят оружие». Кроме того, оружие, которое Украина получает из Запада, современное, которое имеет в себе GPS-трекеры, по которым иностранные партнеры могут очень легко отследить месторасположение оружия. Более того, по словам министра обороны Алексея Резникова, некоторые иностранные партнеры уже приезжали в Украину для контроля и мониторинга западного оружия.